Ну и в конце выпуска не можем не вернуться к истории Эми Уайнхаус. Полиция Великобритании до сих пор не называет официальной причиной ее смерти. Причем вечером стало известно, что за сутки до смерти Уайнхаус посещала своего врача, и тот не обнаружил в ее состоянии ничего необычного. За месяц до смерти певица должна была отправиться в европейский тур, но его отменили после провального выступления в Белграде 18 июня. О том, чем была Эми Уайнхаус на мировой музыке, поговорим с Михаилом Козыревым. Ведущим телеканала «Дождь» и нашим коллегой. Миша, привет, Аня. Привет. Люди говорят, что можно бесконечно наблюдать за тремя процессами. За тем, как другие люди работают, за тем, как волна, волны моря накатывают на пляж и за огнем. Вот можно к этому добавить еще, люди бесконечно могут с упоением наблюдать за самосожжением артиста. Вот этот момент очень точен в отношении Эми Уайнхаус. Ведь сколько раз, попадая на какую-то вечеринку с ее участием, закрытую, или думая о ее концерте, мы повторяли друг другу. Надо обязательно посмотреть, это же последний, она же долго не протянет. Это к вопросу о том, насколько, какую силу несут слова, чтобы материализоваться. Ты, бывало, обронишь какое-то слово. Кто-то мудрый сказал, что ангелы слушают тишину, а демоны подхватывают слова. Так вот, какое количество людей на земном шаре, наблюдая за этим постепенным саморазрушением, повторяло друг другу? Надо обязательно ее сегодня вечером увидеть, потому что, может быть, это в последний раз. Она была просто невероятно талантливой и при этом абсолютно заплудившейся девочкой, которая не усумела повзрослеть, и на нее в 19 лет обрушилась вот эта вся невероятная, колоссальная, тяжелая, обременительная слава, которая приходит только со своими огнем, водой и медными трубами. Она в какой-то момент сказала, что мне не надо ложиться в лечебницу, мне две недели достаточно у папы дома провести. Не надо мне никаких реабилитационных клиник. Она действительно очень тепло относилась к отцу, и отец в какой-то момент был явно в отчаянии, потому что он пытался достучаться до нее и мог это делать только через прессу. Поэтому он не пустил ее на вручение Грэмми. Поэтому он сказал, ей еще рано ехать на Грэмми, пусть она пока полежит в клинике, ей, по крайней мере, там хорошо. Он производит впечатление человека, который отчаянно пытался ее изо всех сил спасти. Но талант в этом мире не приходит один. Он приходит, как вот такой вот Бог выбирает, какую-то иску посылает, а вместе с этим, он как в советском столе заказов, когда ты покупаешь блатной товар, он тебе еще дает гречку и консервы. И вот он точно так же придает тебе склонность к саморазрушению, отчаяния и опустошения, которые вызваны одиночеством. Вот мы сегодня с Таней как раз обсуждали эту тему в 6-часовом выпуске. И обсуждали то, что, ну, помимо заботливого папы, ведь Эмми окружали и тоже очень заботливые менеджеры, которые ее все время толкали на постоянные вот эти убийственные турне, которые она... Зачем вот этот тур по Греции, по Турции на лето? Я думаю, это же торговля вот этой... Абсолютно. Точно, Миша. Это именно это. Торговля телом умирающей женщины. Это вот абсолютно такой принцип жизни пиявки, когда ты присасываешься и восполняешь свою потребность существования за счет такого человека. Один из менеджеров, который организовывал выступление Эмми Уайнхаус здесь у нас в России, он говорит о том, что он был потрясен количеством вот этих паразитов вокруг певицы, что он видел Мадонну, вокруг нее было меньше людей, вокруг нее постоянно были эти менеджеры, пиар, пресс-атташе и так далее. И они все ей заботливо выкатывали на блюдечке все запрещенные субстанции, подносили литрами алкоголь, и им главное было, чтобы она появилась на сцене, они поставили галочку и получили гонорар, за счет которого они питались. А сейчас еще в 10 раз повысилось количество продажи альбомов. Это неизбежная вещь. Но вот говорить о том, насколько там пресса виновна в том, что она питалась таблоидными новостями о постоянных перипетиях, в которых пребывала Эмми Уайнхаус, я обвинить прессу, как еще и часть ее, я точно не могу. Я просто хочу повторить один очень важный момент. Артистов надо любить живыми. Надо осознавать, что каждый случай соприкосновения, каждое присутствие в зале – это уникальная вещь. И ей надо дорожить. И надо понимать о том, что это люди, которые поставили на кон то, что они могут сделать нашу жизнь ярче, прекраснее, просто своими мелодиями, но цену они за это платят колоссальную. Поэтому ничего, кроме жалости и опустошения, я в отношении ее ухода из этой жизни не испытываю. Миша, буквально через полчаса в эфире «Дождя» твоя программа «Новый год». Кого сегодня ждешь в гости? Мы сегодня будем разговаривать о закулисной технологии производства глобальных телевизионных шоу с Димой Шепелевым, с одним из ведущих программы «Достояние республики». Мы целый сезон прожили с выдающимися композиторами. Я был несколько раз на этой программе. Мне очень интересно Диму допросить, что же там, как это делать. Дима работает на первом. Да, это... Спасибо, Татьяна. Ну, а кроме того, еще я с удовольствием сегодня этот долгожданный гость представлю нашим зрителям Нину Карлсон. Это такая восхитительная, сказочная абсолютно девушка. Очень расширная. Такое ощущение, что она из Скандинавии просто сошла на нас таким единым хрустальным каким-то полотном. Вот сегодня она в соло, без группы, просто по фортепиано, исполнит нам пять изумительных песен, среди которых даже будут премьеры. Ну, что ж...